Всем привет! Меня зовут Маша и я обожаю мейкап. И сегодня у нас видео первых впечатлений о палетке 3 Chrome Palette от Наташи Геноне. Итак, ребят, это очередная палетка, которая вызвала очень много шума в сети. Собственно говоря, именно поэтому она сейчас здесь и мы ее будем тестировать. Потому что мы с вами так много обсуждаем в каждом видео о Наташи Геноне. И я говорю, и вы тоже мне пишите в комментариях, что дохрома Наташи Геноне это не очень. А вот триохромы в жидком виде, с которыми она вышла в этом году, просто поражают воображение. Цена у них, конечно, очень кусачая и я думаю, что можно найти подобные оттенки у инди-брендов в сухой формуле. Так они и прослужат дольше и, в принципе, будут намного дешевле. Поэтому те продукты я не брала. У меня довольно-таки большая коллекция, которую мне, дай бы бог, закончить когда-нибудь, до того, как они полностью высохнут. Поэтому даже для обзора я решила их не брать, потому что для меня это нецелесообразно. Но палеточку я, конечно же, решила взять, потому что у нас Наташа вышла с такими триохромами потрясающими. Кто знает, вдруг и сухие у нее получилось сделать. Поэтому сегодня мы с вами обязательно посмотрим, что там и как. Итак, это видео было первых впечатлений. То есть мы с вами сделаем свочи, мы с вами сделаем парочку макияжей. Я обязательно сделаю свочи на веках этих триохромов. Также попробую поискать какие-то дюпы на оттенки из этой палетки. Собственно говоря, это план сегодняшнего видео. Перед тем, как мы приступим, я хочу какие-то технические характеристики озвучить об этой палеточке. Кстати, вот так выглядела упаковка бумажная. Тоже такая рефлективная. Очень интересно из зеленого в такой сиреневый фуксию. Переходит. Очень красиво, слов нет. Точно так же выглядит палетка. И эта палетка за 129 долларов. Когда она пыли на сети, мне кажется, просто все сразу же возжелали ее до того, как была озвучена цена. Конечно же, цена действительно охлаждает пыл. Я понимаю. Поэтому я решила, что я хочу ее взять, чтобы рассказать вам, стоит ли ее брать, стоит ли она этих вложений. Как вы знаете, у меня не очень много больших палеток от Наташа Динона. Точнее говоря, всего одна. И эта палетка Нила. Вот они одинаковые абсолютно размеры. Просто Нила еще в такой упаковке под кожу выполнена. Если же говорить об этом оформлении, которое мне, наверное, нравится больше, потому что такой формат меньше пачкается, то в этом же формате выходили палетки Safari, Vivo и так далее. Мне кажется, что визуально это интереснее и на ощупь это приятно. Такая холодная металлическая поверхность. В любом случае, давайте уже скорее откроем ее и посмотрим, что там внутри. Палетка выглядит очень ярко и, конечно же, прямо цепляет этим моментом. Она такая вкусная-вкусная. Из-за того, что есть такие контрастные оттенки, да, желтый, сиреневый, синий, зеленый, она просто приколывает. Внимание, здесь всего три металлика, которые у нас являются трехромами, по заявлению Наташи. А все остальные оттенки, то есть 12 оставшихся оттенков в данной палеточке матовые. Общий вес рефилов в данной палетке составляет 35,4 грамма. Соответственно, каждого рефилов здесь по 2,36 грамма. К примеру, в палетке Lila было 2,5 грамма в каждом рефиле. Не знаю, насколько для вас важна эта арифметика, но я все-таки проговорю. В пятерках от Наташи также 2,5 грамма теней в каждом рефиле. Если же говорить о миди-размере, то в каждом из рефилов в данных палеточках по 1,28 грамма теней. И в малютках мини-формате по 0,8 грамма теней. Соответственно, как минимум, я могу делать вывод о том, что в данной палетке теней уже меньше, чем в палетке Lila. Хотя стоят они одинаково. Я пока что не знаю, как к этому относиться. В том плане, что где-то считается нечестность. Но опять же, если так думать, то 2,5 грамма теней в каждом рефиле это очень много. Если ты не профессиональный визажист, который день и ночь делает макияжи, тем более такие яркие, да, то, наверное, сложно будет использовать полностью данную палетку. Мне очень нравится раскладка теней в данной палетке. Я не могу сказать, что мой внутренний перфекционист пляшет и смеется. Но, конечно же, я довольна. Тут, в принципе, читается одна история. Рефилы можно переставить. И будет у тебя раскладка от Lila. Кстати, мы с вами недавно говорили. Я сказала, что я хотела бы полностью лиловую палетку. Здесь как раз-таки можно говорить о маувах, о лиловых. С другой стороны, мне очень нравится, что вы можете использовать тени троечками, да, как они расположены в самой палетке. И у вас будут макияжи. Я люблю, когда есть такое вот, что называется, как для дуручка, да. То есть, когда думать не нужно. Я не могу сказать, что я всегда следую данной схеме, если она есть. Но когда тени расположены от более светлого к более темному, когда есть этот градиент, меня это очень сильно вдохновляет. Меня такой вариант вдохновляет больше, когда я вижу, насколько повышается или понижается температура вправо-влево. И контраст тоже я мог увидеть. И использовать оттенки из разных цветов. Но вот у меня так, наверное, мозг устроен. Мне хочется видеть это линейно, чтобы творить нелинейно. Вот это я. И, собственно говоря, давайте мы уже сделаем свотчи оттенков из данной палетки. Сверху свотчи были сделаны с помощью пальца. А снизу с помощью обычной плоской кисти. Ребята, думаю, что на свотчах было видно, что и свотчи пальцем, и свотчи плоской кистью выглядят практически идентично. Также хотела бы сказать, что формула матовых такой средней мягкости. А вот как раз-таки мультихромы были очень-очень шелковистые. И знаете, такие тоненькие, не жирненькие, а прям такие вуалькой. По крайней мере, на пальце обещалось так. Мы с вами посмотрим, как это на глазах будет. Но на пальце это было такое очень легкое покрытие. Скера, кинетик, скера это жук скорбей. А кинетик это кинетический, как кинетическая энергия. Давайте посмотрим на то, как это выглядит. Что ж, скероп действительно дохром. Честно говоря, именно жука скорбей я здесь не вижу. Если вы помните, я, конечно, простите, опять буду говорить о палетке Sydney Grace и Mel Thompson. Но там был оттенок скероп, это был тоже дохром. И скероп в той палетке был таким коричневым. У него была коричневая база. И вот этот вот дохром как раз-таки переливался в такой зеленый, бирюзовый. Очень-очень красивый, сложный и очень-очень яркий оттенок. Здесь он такой зеленый. Насколько я помню, у Наташи как раз в формуле жидких теней тоже был такой же оттенок. И, насколько я понимаю, он такого же цвета. Конечно же, конечно же, в жидких тенях он должен сиять намного сильнее. Но я думаю, что, наверное, эту проблему может решить Duraline или тот же самый Miron. Конечно же, тенок кинейти. Я практически на 99,9% уверена, что вы на экране не увидите ничего. Но если вот очень близко смотреть в зеркало, ну это действительно нужно очень близко смотреть в зеркало, то можно увидеть такую лодку фуксии в нем. Но, наверное, этого недостаточно для того, чтобы называть оттенок доохромом, а тем более мультихромом. Давайте я это уберу. И мы с вами нанесем оттенок Color Flip. И я, ребят, уже понимаю, что это совсем не то же самое. Но все-таки я решила достать палетку от Pat McGrath. И сразу нанести на веко, просто сравнить доохром из палетки от Pat McGrath и доохром из палетки от Наташи Динона. Итак, ребят, здесь у нас Color Flip от Наташи Диноны, а здесь VR Sextor Terrestrial от Pat McGrath. Что ж, ребят, оба прекрасны, но все-таки разные. Здесь у нас больше фуксии, а здесь у нас скорее Hot Pink. Если у вас уже есть палетка Divine Rose 2 от Pat McGrath, я думаю, что вы можете сделать какие-то выводы, исходя из вот этого сравнения. Начиная с оттенка Square, то есть вот зеленого оттенка, первый swatch это swatch Pantone. Далее два swatchа, сделанные с помощью вспомогательных жидкостей, а именно Miron. И последний это Duraline. И, ребят, перед тем, как мы с вами перейдем к макияжам и поиску дюпов, я хотела бы добавить еще тот момент, что в одном из видео американских ютуберов, возможно, вы тоже смотрели, Джен Фроуз, это бьюти-блогер из Канады, она говорила о том, что палетка называется Triachrome, потому что в ней три дуохрома, что на самом деле некорректно. Данную формулу Наши называют мультихромами или триохромами. В американской версии чаще всего называют их мультихромами, но считается, что здесь у нас три как минимум цвета, так что здесь триохрома. Но если вот так считать, у нас в двух оттенках есть эти триохромы, а в одном оттенке каких-либо хромов ноль. Поэтому, конечно, если взять среднее арифметическое, здесь, да, получится три дуохрома, но по факту мы с вами видим все-таки один металлик, потому что он не показывает особо какой-то другой жизни, а два оттенка можно назвать мультихромами, но можно назвать триохромами. И, ребята, давайте сделаем парочку первых макияжей. Если в предыдущих палетках у Наташи нас ждало больше шиммерных, металликов, то в этой палеточке все-таки преимущественная часть оттенков матовые. И для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Но, опять же, мне кажется, что это неплохо, если у вас есть уже какая-то палетка той же самой Наташи, то вы можете дополнять то, что есть здесь со своими шиммерными оттенками, а также делать макияжи с помощью матовых оттенков. Кинестетик. И влажно наношу на нижнее веко. На пушистую кисть нанесу оттенок манганес, то есть марганец. С помощью кисти карандаш нанесу этот же оттенок на нижнее веко. Еще немножко все удушиваю. Далее, ребят, на плотку кисть нанесу оттенок скэра и нанесу его на центр века. Давайте нанесем его уже на нижнее веко, для того, чтобы сделать наш глаз более крупным. Я уже говорила, что я очень люблю данный тип макияжа, Halo Eyes. Если у вас глаза вытянутые или маленькие, а также есть нависшее веко, то это отличный вариант для того, чтобы глаз визуально увеличить. Далее, ребят, я хочу еще немножко растушевать верхнюю границу, смягчить ее. Для этого я возьму оттенок танкса. И у нас, ребят, остался внутренний угол глаза. И я нанесу оттенок Ion. То есть, ион, собственно говоря. Все так же, как в русском. На внутренний угол глаза. И вот теперь, пожалуй, все с правом. А давайте мы перейдем с вами к левому. Честно говоря, вот по двухромам, по монохромам, триохромам, не важно, как она что-то называет, мне не очень понятно, зачем она добавила этот синий. Как поймать его? Правда, ради, все-таки, когда я палетку поворачиваю, он меняет свой цвет. Он становится более... Таким розовым, такая маджента. По факту на веки ничего такого особо не происходит. Видимо, вот этих вот частичек розовых не так много. Но это не ужасно, это просто факт, так есть. И если бы здесь был бы какой-нибудь оттенок, который дополнял персиковую гамму, я думаю, что было бы интересней. Так как персики с зеленым не идут. Это будет грязь. И персик, например, с синим тоже не идет. Это будет грязь. Соответственно, только вот этот оттенок ты можешь нанести с персиковыми. Но, опять же, это такая очень спорная на мой вкус гамма. И я, честно говоря, не хочу так делать. У нас, конечно, первые впечатления. И мы можем с вами делать абсолютно все, что нам придет в голову. Можем с вами сделать что-то не так. Это ничего страшного. Это первые впечатления. Но мне хотелось бы сделать что-то красивое. И почему-то у меня в голове есть такое огромное желание попробовать оттенок ION в качестве растущелочного. Кстати, я не сказала, в качестве базы я не использую ничего. То есть я даже консилер не наносила. У меня просто голая века. Его же я нашла на нижнее веко. Давайте мы с вами перейдем к болотному или хаке. Оттенок называется Scrap. Мы с вами пока красимся. Потихоньку изучаем название оттенков. И я так понимаю, что Наташа, видимо, хотела обозреть таблицу Менделеева или что-то такое. В общем, давайте мы с вами наносим оттенок Scrap, который переводится как металлолом. Давайте еще раз вернемся к оттенку ION. Так, знаете, вот пока мы сильно видим эту границу, да. Это, конечно, первый затест. Пока что я бы не спешила с какими-то выводами. Но, опять же, пока они не взаимодействуют. Давайте наносим оттенок Color Flick на плоскую кисть. Давайте мы что-нибудь придумаем. Я попробую еще немножко потушевать. Взяла такую плотно набитую кисть. Возвращаюсь, опять же, к салатовому оттенку ION. И попробую здесь поработать. Что-то начинает расходить. Но, если честно, все равно грязно получается. Давайте я возьму оттенок названием Naga. Собственно говоря, так же и переводится Naga. И нанесу его на внутренний угол глаза. Может быть, даже этого недостаточно. Я тогда добавлю еще раз фангстейн. Итак, ребят, я накрасила ресницы. Давайте посмотрим на макияжи, что у меня получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Что вы думаете по этому поводу? Как они вам? Ребят, ну, говорить, конечно же, о качестве тени еще очень рано. Мы с вами сделали всего два макияжа. Как мы заметили, этот болотный оттенок хаки немножко запятнил. Но, опять же, более плотной кистью я смогла его растушевать. Тени очень кремовые. При этом я хотела бы отметить, что они не сыпучие. По крайней мере, те оттенки, что я использовала. Хотя, опять же, я делала с вотчей кистью. И ничего такого не происходило. Помните, я показала вам пятерку номер 13. И там прям действительно легонечко задел кисточкой. И все. Просто у тебя куча теней на самом рефиле осталось. При работе с данной полеточкой я ничего подобного не заметила. Мне пока что все нравится. Давайте будем смотреть дальше, как она фарьявит себя. Как тени будут держаться. И будут ли они тускнеть. И так далее. Ребят, давайте мы с вами перейдем к дюкам. Я не стала искать очень много соответствий. У меня нет, конечно, ничего подобного оттенку Scarab. Также не стала искать оттенок Vertex. Это обычный матовый бежевый оттенок. С помощью которого вы можете припудрить веко. И использовать его как базу. Что ж, ребят. На этом у меня все со сводчими. В принципе, мы с вами видели, что у меня довольно-таки много, если не одинаковых оттенков, то очень близких к оттенкам из палетки от Наши Диноми. Но, опять же, это не Наташи на качество. И макияж остался в первозданном виде. Хотя я хожу в нем уже почти 5 часов. Где-то 4,5. В принципе, я думаю, что этого достаточно для первых впечатлений. Я обязательно буду тестировать эту палетку дальше. И расскажу вам, как качество матовых теней в данной палетке. Потому что, я думаю, что вряд ли очень много будет еще чего о мультихромах из данной палетки. В любом случае, мои первые впечатления, что палетка хороша. Но, если у вас есть эти оттенки, если у вас такая же коллекция, как у меня. Ну, или хотя бы просто немаленькая коллекция. То у вас, скорее всего, есть оттенки, которые похожи на оттенки из данной палетки. Идея была в том, чтобы показать вам, как оттенки из тех или иных палеток, которые популярны, коррелируются с оттенками из этой палеточки. Мои первые, если честно, эмоции, впечатления и мысли, наверное, правильнее сказать, что оттенки очень дюбабл. То есть, данные оттенки можно найти и в других палетках. Поэтому, наверное, если вас не сильно устраивает цветовая схема, если вы не покупаете данную палетку ради всех этих оттенков, то, наверное, дешевле купить просто жидкий мультихром у Наташи или, может быть, в каком-то инди-брэнде, потому что они в этом преуспели. Я, ребят, ни на чем не настаиваю. Скорее всего, я, говоря эти слова, исхожу из того, что палетка дорогая и здесь очень много пудр. Здесь очень много теней. Глаза у нас всего два. Поэтому использовать данную палетку вы сумеете не так уж и скоро. Поэтому решать вам, если вы прямо сейчас определяетесь с покупкой, пока как раз на американской сифоле есть скидки. Может быть, вы хотели бы ими воспользоваться. Но в любом случае, мои первые впечатления положительные. Я ничего не могу вам сказать. Наверное, смещает больше вопрос цены и вопрос наличия, точнее говоря, отсутствие трех заявленных, трех ромов. И на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным. Если так, поставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться, если до сих пор не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы получать приземление о моих новых видео. А я, как всегда, желаю вам личных дня, прекрасного восприятия, а также, чтобы косметика великолепного качества не привела к усыненному взгляделу. А вы с вами берете любую помощь. Ищите с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok